Что Вы думаете про молодёжь сейчас? Вот знаете, вот каждые 5 лет, даже не 5 лет, а наверное уже 3 года даже, да, а уже формация людей совершенно другая, детей. Они через каждые 3 года приходят совершенно иные. Потому что как-то время быстро летит так, информации очень много. Это вот как, понимаете, это вот плеер сегодня вот такой, а завтра он уже вот такой, тот уже устаревший, и так же дети вот такой формации приходят. У меня, конечно, несколько такие вот сравнительные, но тем не менее, образно говоря, да, дети разные, но суть у детей одна, это детство их. Это вот ожидание любви, ожидание того, что их ждёт впереди, вот это неизведанное что-то, да, и самим любить. Но они уже такие, знаете, выборочные дети, кого любить, а кого миловать, с кем ходить. Это уже другие дети. А так, дети, они везде дети, и в Африке дети, да, и у этих, и у животных тоже славненькие. Котята, котята, поросята, да, славненькие. Вот, другое дело, что вот они сейчас, правда, несколько, может быть, хиловатые, что ли. Да. Вот физически хиля, хиленькие. Вообще, молодёжь такая, вот я сейчас вот наблюдаю уже столько времени проходит, да, что чем больше, чем выше наши какие-то научные достижения, да, то человек как-то обличает по физиологии своей. Вот мужчины, возьмите, да, мальчики, юноши, уходят, ну комарики. Такое ощущение, что веса не хватает. Вот наши парни бы ходили вот с такими плечами, косая сажень в плечах, да, вот. Вот, если ноги стоят на земле, такое, что порно стоят, да, вот такие вот калифе, ну какие-то вот мужики были с совками, лопатами и такими сторонами. А тут, понимаете, вот комарики. А почему? Потому что вот сидят за этими уже, никуда не ходят, активного нету отдыха. У них отдых – это компьютер. Компьютеризация, повальная компьютеризация, конечно, меняет формы и меняет здоровье даже человека. То, что вот, допустим, сейчас даже уже дети, да, очень многие рождаются даже уже с такими болезнями, которые болели раньше старики. Уже с диабетом, знаете, рождаются. Уже с онкологией рождаются, с циррозом печени. Вообще еще не успела родиться, а уже у него куча всяких заболеваний. Это диктует вот это время. Как говорится, где прогрессия, там активная регрессия. Человек регрессирует. Когда наши технологии прогрессируют в чем-то, то физиологически человек как-то вот регрессирует. Может быть там где-то, да, хорошо, все понимает, все, да, вот в чем-то, все, 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 быстро, все это везде хватает. Мы же привыкли раньше в уме же все это, да, вычислять, вычитать все. Они же сейчас же все это калькуляция, и не надо думать, в общем-то, все машина, все нормально, все это. Он у меня сейчас мог тоже сидеть за этим. Ему пять лет, а он уже так разбирается в этом айфоне, что я думаю, господи, боже мой, это мне, наверное, не разобраться. Он, бабушка, не туда нажала, туда надо, вот это туда-то, а это сюда, я, боже мой, это пятилетний ребенок сейчас. Ну, да, время такое, чем ближе ему, как говорится, ближе, ближе, как. Земля-то, она же не вечна все равно, не вечна. А многие дети изъявляют желание пойти учиться на артисту балета, или их родители приводят? А, ну, вот вы знаете, некоторые, да, родители приводят, да, вот другие, значит, хотят сами. Девочки вообще, как рождаются, они все хотят сразу танцевать, в большинстве свои. Почему? Это природа, женская природа. Вот человек родился, вот только вот он народился, он уже кричит, это уже у него голос, он это уже поет, можно сказать, да. А вот это вот телодвижение, это уже своего рода танец, да. Вот это уже мы с этим рождаемся, и ничего не поделаешь. Другое дело, что, то есть, танец и пение рождаются вместе с нами. И дети вот сюда, когда приходят, да, приводят, а некоторые приводят просто, вот знаете, в школе плохо учиться, а вот хорошо, вот, и вот к нам вот сюда могут прийти дети, просто которые, вот, в школе не ах как, а вот в искусстве что-то да, вот. А требования у нас, извините, по, как сказать, образовательным стандартам, да, одинаковые ко всем. Слушайте, а требования же увеличиваются в образовательных стандартах. А как они успевают учиться? Ну, вы знаете, иногда просто за уши, вот иногда за уши. И что делать? Ну, если ребенок вообще, ну, он талантливый может быть, да, он может быть в спецпредметах хороших. Вот успевают по всем специализированным предметам, но не успевают по общим образователям. Может быть, у него быть и двойки, и четыре, и двойки за четверть. А как ЕГЭ сдавать? А как вот ЕГЭ? Вот это вот так вот. Я еще иногда прямо шучу, ребята, говорю, вы знаете, что говорю, вы вот так, как вы учитесь в вспомогательной школе, так не учатся даже. Ну, а ЕГЭ вот так вот сдают. Ну, потом же, конечно, сидят, зубрят. А что это дает? Ну, что, я в свое время, в свое время, когда у нас было так ленинские зачеты шли, я их, вот, знаете, вот от меня вот все, все мое существо это отторгало. Вот отторгало. Потому что я знала, что мне это в жизни не пригодится. Ну, зачем мне впихивать то, что мне в жизни не пригодится? Ну, вот. А вот сейчас образовательные стандарты. Тоже все же понимают, всех поголовно же. Тогда всех поголовно ленинские зачеты. И это университет марсизма-ленинизма. А сейчас вот эти стандарты, всех поголовно, неважно. Даже не отличает там специализированная школа или же общеобразовательная. Все в одну кучку. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Это очень сложно. Особенно у нас же профилирующая. Профилирующая. Здесь доминанта должна быть какая-то более профессиональная. Конечно, я ни в коем случае не умалю общее задавательное цикло. Но какие-то, значит, вот здесь надо какие-то придумать. Другие вот эти требования. Они общие, ЕГЭ, там, и все такое. Продолжение следует... Продолжение следует...